Давайте озвучим немножко создание видео. Сегодня свободный день, в свободные дни мы занимаемся созданием видео. Вот, значит, смотрите, я нажимаю «Запись», чтобы была наглядная картинка. Вот, мы нажимаем «Запись», открывается дополнительное окошко. Здесь, вот в этом поле, мы должны написать название нашего файла. Ну, это будет номер 23, следующий. Теперь мы нажимаем «Старт», и как только мы нажмем «Старт», пойдет запись самого процесса. Потом эта картинка, которую мы записали, войдет в поле автоматически, в поле видео. Ну, поехали. Значит, мы нажимаем, открываем нашу основную программу. Вот здесь у меня уже загружено приблизительное видео. Я уже немножечко его порезала, то, что хочу оставить. И теперь смотрите, что мы делаем, чтобы вы поняли. Значит, вот в главном меню вы можете открывать любые проекты свои, ранее созданные, но при условии, что вы их сохранили. И продолжать монтировать и редактировать, в случае, если что-то вас там не устраивает, или вы обнаружили ошибку. Я их просто сохраняю в папке и потом просматриваю, потому что через время видео дает более ясную картинку, что в нем не так. Значит, смотрим дальше. Чтобы взять протисикли в такой версии, они у вас должны быть где-то на компьютере, сохранены с той версии, когда вы их раньше создавали. Вот мы берем кнопочку «плюсик». Нужно их найти у нас на компьютере в папке. Видите, они у меня шли под номером. Мы берем любой. Мы вставляем вот этот протисикль. Неважно, какой он, мы потом его поменяем. И ставим его в поле. Плейленты, куда мы хотим его вставить. Теперь нам его нужно изменить. Вот мы берем кнопочку, пишем «Edit». И у нас появляются наши созданные ранее протисикли. Но нам он не нужен, поэтому мы берем какое-нибудь демо. Ну, возьмем, например, ну вот возьмем «Star» звезды. Мы выбираем любую тему. Вот так падают звезды. Да, там у Майкл Джексону немножко прохладное время. Пусть будет считаться, что это что-то типа снега. И мы начинаем создавать вот это «Падающие звезды», как предложено в демо. Но мы здесь можем редактировать, например. Здесь вот стоит галочка на голубых. Мы можем добавить красных. Мы можем добавить зеленых. Можем оставить только зеленые и желтые. Можем вписать текст. Можем достать что-то там с дополнительными функциями. Вот это поле мы изучим в следующий раз. Сейчас мы поставим просто протисикли без направлений, без направляющих. Значит, нам нужно их обязательно сохранить. Мы их сохраняем. Так, мы берем ту папку, с которой мы работаем, потому что старые папки, они уже исчезают. Ну, вот сюда пришло, он будет также 60 какой там, 6-й. И сохраняем. Вот мы его сохранили. А теперь мы должны его сохранить в программе. То есть он у нас вот здесь, внутри программы, будет сохранен под номером, если мы однажды захотим его достать. Ну, вот, и выходим. Мы вышли. Но так как у нас версия пробная, мы должны вот этот протисикли поставить, только уже на другую линию. А этот выкинуть. Здесь, соответственно, мы его выкидываем. Теперь мы должны его разместить туда, куда мы хотим. В самое начало, в середину. Увеличить, уменьшить. Можно на все видео. Ну, в общем, смотрите. Продолжение следует...